Несмотря на послабление карантинного режима, в Азербайджане ношение масок остается обязательным. Заведение общепита работает по новым правилам. Соблюдать физическую дистанцию, быть в маске. На столах дезинфицирующие средства. Прийти можно лишь небольшой компанией, а дистанция между посетителями должна быть не меньше метра. В стране уже приступили к второму этапу вакцинации населения от коронавируса. Прививать граждан в стране начали 18 января, используя при этом китайский препарат коронавак. Известный медицинский журнал The Lancet по итогу проведенных исследований назвал китайскую вакцину эффективной и безопасной. Кроме того, в статье говорится, что вакцина коронавак очень нужна людям в возрасте 60 лет и старше из-за подверженности высокому риску заражения COVID-19. Ситуация в связи с пандемией остается серьезной в ряде европейских стран. Карантинные ограничения в Германии продлены до 7 марта. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, пояснив, что если уровень заболеваемости снизится, розничные магазины, галереи, музеи и услуги, включая физическую помощь, смогут возобновить работу. Нам не стоит игнорировать предположения, сделанные многими экспертами в стране и за рубежом, когда они заявляли нам, что все три мутации значительно более агрессивны, более заразны и передаются легче, чем исходный вирус. Из-за карантинных мер, введенных против распространения инфекции, отменили ежегодный карнавал Венеции. По всему миру транслируются кадры пустых улиц, где ничего не напоминает о празднике. Чтобы отдать дань уважения медицинским работникам, находящимся в зоне повышенного риска, Египет начал выпускать монеты. С одной стороны, на монете изображены врачи, медсестры, фельдшеры и администраторы больниц. С другой надпись – медицинские бригады Египта. Напечатана она будет на монете в один фунт и полфунта, которые ежедневно используются в Египте. Идея заключалась в том, чтобы напечатать находящуюся в обращении валюту, египетский фунт и полфунта, которые мы используем каждый день, вместо того, чтобы выпускать памятную монету из золота или серебра, которая будет использоваться только коллекционерами. Но теперь она будет в обращении у всего египетского народа. После принятия решения мы смогли выпустить 10 миллионов единиц одного фунта и 5 миллионов единиц полфунта. Монеты останутся напоминанием о том, с чем пришлось столкнуться медработникам и в целом всего миру. За более чем год коронавирусом в мире заразились 107 миллионов 967 тысяч человек. Более двух миллионов человек не смогли поворотить недуг. Медина Гурбанова, Сибиси.